Интересное дело, если я буду говорить с вами вот в таком тоне, то у меня вряд ли получится заинтересовать вас. Но стоит мне добавить немного экспрессии, выразительности словам, то у меня есть все шансы приковать ваше внимание, уважаемые телезрители. Сегодня мы в клубе ораторов, мастер-слова. Вот они-то нам и подскажут, как сделать свое выступление более ярким и запоминающим. Не пропустите. Это будет точка А. То есть, в начале вашего ораторского мастерства на сегодняшний день, и в конце нашего курса мы записываем точку Б. Чего вы достигли, до какого уровня вы дошли. Ораторское искусство сейчас стало настоящим трендом. Всевозможные курсы переговорщиков, спикеров и собеседников буквально заполонили интернет. Теперь почти каждый руководитель среднего звена и даже младший начальник считают просто необходимым пройти недешевые курсы ораторского мастерства. Конечно, если найти квалифицированных преподавателей, деньги будут потрачены не зря. Нет сомнений, что владение навыками ярких выступлений помогает продвижению в работе, развивает уверенность и коммуникабельность. Но теории мало, нужна постоянная практика. Вот, собственно, для этого в столице и появился первый клуб ораторов. Люди объединились в сообщество, разработали правила клуба и вот уже несколько лет не могут наговориться. После завершения основного этапа подготовки, который состоит из 10 занятий, длится один месяц, люди становятся резидентами клуба ораторов города Астаны. И еженедельно мы встречаемся для того, чтобы выступить друг перед другом и дать друг другу обратную связь, которая может подчеркнуть, какая основная часть харизмы является выдающейся и впечатляющей, а что является предметом будущей проработки, да, и человек уже знает, над чем ему работать над своими слабыми сторонами. Примерно 40% людей говорят, что я забитый, да, я стесняюсь, мне даже стыдно встать и рассказать какую-то историю. 20% это директора, которых повысили по должности, им нужно руководить каким-то коллективом. И остальная часть людей, которые просто хотят излагать свои мысли, что-то донести до аудитории, но у них страх публичных выступлений. И этих людей очень много. И где-то 1% это люди, которые хотят говорить тосты. Научиться красиво говорить тосты. Естественно, я пришла сюда, чтобы преодолеть страх, да. Но самое интересное, что получает человек, когда он выступает, он сам себя узнает совершенно с новой точки зрения, потому что как бы ты ни готовился, выходишь и говорить начинаешь совершенно другое. А потом садишься и сам удивился, что сказал, и сам себя с какой-то новой точки зрения вообще увидел, со стороны с новой. И просто сам себя открываешь. Первые мастера ораторского искусства появились в Древней Греции. Они участвовали в дебатах, играли на сценах театра и выступали с речами перед народом. Вот и в клубе ораторов участники не только практикуют грамотную речь, но и проводят занятия на развитие невербального и ассоциативного мышления. Различные игры и упражнения дают возможность показать свои актерские способности и расширить словарный запас. В эту пятницу будет тема отношения мужчин и женщин. На эту тему за 15 минут набрали 14 человек, которые придут и будут рассказывать свои истории, будут получать обратную связь, как это происходит. На прошлой неделе мы обсуждали тему карьеры, бизнеса и предназначения. Тоже люди хотели понять, а почему они занимаются тем, чем сейчас занимаются, и чем хотелось бы заняться в будущем. И когда проговорили друг перед другом, очень многое приснилось, на самом деле. Каждый урок, каждое занятие раскрывает тебя заново. Это, знаете, как мыть посуду постоянно грязную. То есть мы же не психуем, не говорим, что надо мыть посуду. Это ежедневно какие-то такие дела, вещи, которые ты делаешь постоянно. То же самое здесь. Надо постоянно общаться, надо постоянно находиться в обществе, разговаривать, чувствовать себя. Это то есть постоянно непрерывный процесс. Многие говорят, кто приходит к нам, у меня краснеют щуки, у меня дрожат колени, дрожат руки. Это говорит о том, что наше тело зажато. И самое первое действие, которое вы можете сделать за кулисами, еще не выйдя на сцену, сделать легкие физические упражнения. Покрутить головой, покрутить плечами. Можно немного попрыгать, желательно это сделать за минут 10-15 до выступления. И вы уже почувствуете энергетику, вы почувствуете, что я свободный, я легкий, все, я могу покорить вершину. Идете и выступаете без страха. Но если это дебют на сцене, разминка здесь не поможет. Необходима практика публичных выступлений. Оратор, который способен создать яркий текст и качественно его передать, способен привлечь внимание аудитории и склонить ее на свою сторону. Причем использовать навыки ораторского искусства можно не только на работе, но и в повседневной жизни. Я практиковала это дома. С мужем, с детьми удавалось договориться, выслушать их, донести до них свою мысль. И это, конечно, тоже надо постоянно практиковать, потому что легко обратно свалиться в свой стиль семейный. Но если это практиковать, то дома заметно тоже какое-то интересное улучшение. И дети начинают тоже. Мама поменялась, интересно. А они знали, что вы на них эксперименты проводите? Ну, они об этом не знали, но они заметили, что я изменилась. Совершенно точно, да. Ну, то есть муж наверняка знал, что вы ходите на курсы и уже, наверное, был готов к тому, что вы сейчас по-другому будете все развивать. Да, конечно, ждал подвоха, думал, что он теперь подопытный кролик и какой-то участник манипуляций. Но в итоге ему тоже это понравилось, потому что мы учимся в школе мастера слова, да, не только красиво говорить, но и вообще слышать людей и проявлять себя так, чтобы это было экологично, и отношения с людьми выстраивались по-другому, на более дружественной основе. В детстве, в 4 года я стал жертвой собаки, которая просто без причины заваяла на меня, и я с тех пор начал заикаться. Я стал замкнутым ребенком, потом выбрал профессию айтишника, потому что айтишнику не надо ни с кем общаться, сходи за компьютером, и все хорошо. В жизни также случались другие очень страшные события, которые нанесли психологическую травму, и я стал настолько замкнутым человеком, что когда в 2017 году я пошел на курсы актерского, ораторского, мастерства переговоров, вдруг я снова вернулась в эту психологическую чувствительность, да, я почувствовал вкус жизни, удовольствие от, в том числе, выступлений где-то на конференциях, и стал расти по карьере очень стремительно. И тут я понял, что моя миссия как раз таки вот в этом, чтобы дать возможность взрослым людям, которые испытывали такие же коммуникативные проблемы, как я, получить доступ к взрослой песочнице, где можно прийти и не стесняясь сказать, что я тоже волнуюсь, мне тоже страшно донесить мысль до других людей. И эти люди начали к нам приходить, и в последнее время это стало явлением все более и более массовое. Сейчас в нашем клубе уже 212 выпускников. Кто-то на первом занятии стесняется даже рассказать о себе, а уже через месяц самостоятельно готовит импровизационные выступления, проводит собеседования, устраивает дебаты и шикарно говорит тосты. И самое главное, получает от всего этого огромное удовольствие. Больших страхов не было, но меня всегда немножко смущало общение с неизуковыми людьми. Здесь клуб араторов располагает такой атмосферой, которая позволяет в спокойной обстановке познакомиться с людьми, поговорить с людьми, узнать что-либо о них, рассказать о себе. Я, допустим, ввиду своей профессии очень часто сталкиваюсь с тем, что люди жалуются о том, что очень много вымогателей в интернете, всяких шарлатанов, которые, так скажем, впаривают, простите за выражение, в воздух. То есть вот объясните, пожалуйста, как вообще это работает? Курсы лидерства мы создали именно для руководителей или владельцев бизнеса. Тем людям, которые на ежедневной основе сталкиваются с задачами командообразования и управления людьми. Но мы создали курсы именно не в техническом плане, как управлять людьми, а мы создали их с точки зрения того, как найти эту жилку лидерства внутри, то есть познавая себя и стараясь быть лучшей версией себя на ежедневной основе. И мы назвали курс именно «Практика лидерства», то есть с точки зрения того, что человек будет практиковать навыки и определенные модели поведения на ежедневной основе. Ораторское искусство – это незаменимый навык в любой сфере деятельности, способный искоренять конфликты и недопонимания, вызвать у людей доверие и симпатию всего лишь одной фразой, правильно расставленными акцентами и паузой, сделанной в нужном месте. Очень хочется верить, что совсем скоро ораторское искусство перестанет быть исключительно инструментом саморазвития и войдет в общеобразовательную программу. Самое время об этом предметно поговорить. Редактор субтитров А.Семкин